Всем привет! С вами снова Ксю, ты на канале Адукар. Надеюсь у тебя хорошее настроение и сегодня давай поговорим о востребованных профессиях. Ну а пока мы не начали, давайте возьмемся за ручки, поставим дружненько лайки, подпишемся на канал, поставим колокольчик и ответим в комментариях, какую востребованную профессию считаете вы. Давайте сначала обозначим, что же такое востребованная профессия, как оценить востребованность профессии и почему лучше выбирать именно эту категорию профессий. Первонаперво востребованные профессии это те, на которые всегда есть спрос, то есть работодатели ищут этих специалистов, всегда есть открытые вакансии и работу найти не так сложно. Например, если мы приведем в пример юристов, то кажется, что это очень востребованная, это перспективная профессия, но на данный момент чувствуется какое-то перенасыщение этими специалистами и не все, к сожалению, юристы работают по профессии. Вот, поэтому очень важно при выборе своего будущей карьеры, своей профессии смотреть и на востребованность, но не в данный момент конкретного времени, а через 4-5 лет, когда вы закончите учебу. Предсказать это, в принципе, не очень сложно, все эти процессы заметны. Давайте остановимся на таких 10 профессиях, которые, скорее всего, будут востребованы не только в ближайшее время, но и через 4, 5 и так далее лет. Ну и хочу предупредить, что это не ТОП, это просто список из 10 профессий, на которые вам стоит обратить внимание. Но, тоже скажу, не ведитесь за этой востребованностью, если эта профессия вам не подходит. Допустим, вы хотите быть художником или еще не решили, но хотите себя в этом попробовать, но отказываетесь в пользу, допустим, медицины. Этого делать не стоит, из вас не получится нехороший медик и тем более уже и художник тоже особо не получится, поэтому используйте метод востребованности профессии только в совокупности с другими. Давайте начнем с медицины. Эта профессия, наверное, будет востребована вечно, потому что человеческое здоровье очень важно и люди, которые занимаются этим вопросом, тоже очень важные и востребованные люди. Будь то медсестры, будь то хирурги, терапевты и так далее, это уже вы выберете сами, но медицинские специальности действительно востребованы по всему миру. Если вы не захотите работать в своей стране, вы можете поехать работать за границу, реализоваться в этом. Ну и, конечно же, медицина развивается, появляются новые специальности медицинские и вы можете смотреть, обращать внимание и на них. Давайте перейдем к следующему. Из разряда технических, инженерных профессий больше всего востребованы, конечно, IT-специальности. Разработчики, разные специалисты по Data Science, например, и так далее. Вы уже, наверное, в курсе, что IT-направление сейчас развиты во всем мире, в любой стране, какую вы не возьмете. Вы найдете себе рабочее место по душе и, в принципе, будете получать хорошую зарплату, если вы хороший специалист. Поэтому и выбрать тоже можно эту специальность с расчетом на то, что через 5-10 лет эти специальности будут востребованы. Но учитывайте, что это такая сфера, где постоянно нужно учиться, узнавать новое, так как она постоянно развивается. Это такой плюс и минус этой профессии. Следующее направление тоже связано с инженерией. Это робототехника. Инженеры по робототехнике, инженеры по автоматизации тоже в скором времени будут очень востребованы. Эта тенденция уже начинает приглядываться, но через некоторое время, 4-5 лет, это будут более востребованные профессии. Они будут работать на предприятиях, которые хотят модернизироваться, внедрять информационные технологии, автоматизировать все свои процессы и таким образом улучшать свое качество, производительность и так далее. Так что подумай об этом выборе. Кстати, в нашем образовательном центре дети и подростки тоже занимаются робототехникой, с удовольствием участвуют в соревнованиях, конструируют роботов, изучают математику, физику и таким образом уже определяются со своей будущей востребованной профессией. Если тебя заинтересовало это направление, переходи по ссылочке в описании и изучай информацию. Продвигаемся дальше. Как ты знаешь, 21 век держится на трех китах. Это информация, продажи и потребление. В этом процессе участвуют маркетологи, потому что у нас вокруг очень много информации и вычленить для покупателей, для пользователей что-то одно, что-то важное, то, что ты хочешь продать кому-то. Для этого существуют маркетологи, которые разрабатывают стратегии. Это могут быть интернет-маркетологи, СММ-маркетологи, бренд-маркетологи и так далее. Разновидностей их довольно много, но их объединяет в одно целое то, что они занимаются продвижением каких-то продуктов, услуг и так далее. Очень хорошее направление, если ты гуманитарий, но умеешь мыслить логически и системно. Следующая профессия тоже гуманитарная. Это психолог. До недавнего времени она была не очень популярна, и когда вы родителям говорили, что вы хотите стать психологом, они немножко кривились и такие, ну ладно. Но сейчас это становится более популярно, так как мы стали заботиться больше о своем внутреннем здоровье, психическом, душевном и так далее. И поэтому квалифицированные кадры, которые могут консультировать, помогать людям с проблемами их душевными, духовными какими-то, в ближайшие годы это станет еще популярнее. Наверное, лучшая профессия, которую придумало человечество, это педагог, учитель, преподаватель и так далее. Что может быть востребованием и полезнее для общества, чем работа учителя? Именно благодаря ним мы можем вообще говорить о том, что у нас есть какая-то профессия, что у нас есть высококвалифицированные люди, что школьники имеют хорошее знание, которое помогает им поступить в университет, получить хорошую специальность и дальше развиваться в этом направлении. Поэтому педагог это такая ключевая роль в жизни вообще, в жизнедеятельности вот этой модели, когда человек рождается, учится, получает профессию, идет работать, передает свой опыт и так далее. Поэтому эта профессия будет, конечно же, востребована всегда. Вполне вероятно, что в ближайшем будущем в авангарде окажутся и биоинженеры, которые будут понимать, как использовать природу рационально, правильно, корректно. И также будут заниматься вопросами улучшения экологической ситуации. Кстати, вот с этой профессией также связана профессия эколога. Это очень важно, если мы хотим и дальше комфортно жить на нашей с вами планете Земля. Следующая группа профессий связана со строительством. То есть это инженер-строитель, прораб, архитектор, дизайнер по архитектуре и так далее. То есть мы с вами не можем жить без комфортных зданий, квартир, красивых, удобных библиотек, каких-то промышленных зданий и, например, красивого благоустройства в наших городах. Поэтому профессии, которые связаны с этим, так же востребованы, как и сейчас, так они будут востребованы и через 5-10 лет и так далее. Наверняка вы слышали про такого архитектора, как Зака Хадзит, которая создала впечатляющее, очень изящное, но в то же время комфортабельное и функциональное здание. Вот, кстати, ее произведение. Если захотите изучить, можете вдохновитесь на эту профессию. Следующий наш пункт связан тоже не только с одной профессией, а с целой группой профессий. То есть, в общем, это называется инженер-технолог, но инженеры-технологи могут быть в самых разных сферах. Например, инженер-технолог в пищевой промышленности, в легкой промышленности, в химической промышленности. Эти специалисты занимаются тем, что разрабатывают технологии, как, например, правильно сохранить зерно и сделать из этого зерна муку, хлеб и так далее. Или как правильно пошить обувь. Они занимаются именно разработкой вот этой технологии, и без них процесс производства, потребления был бы невозможен. Поэтому во всех сферах жизни задействованы инженеры-технологи, которые, наверное, будут актуальны и сейчас, и в будущем. Ну и напоследок давайте остановимся на людях, которые умеют управлять другими людьми. То есть грамотные, умные, образованные менеджеры, которые работают во всех сферах нашей жизни, умеют построить рабочий процесс правильно, чтобы все винтики, шурупчики в этом процессе работали как надо. Быть хорошим менеджером это не так просто, это не щелкнуть пальцами, сказать «я тут главный». Для того, чтобы быть хорошим управленцем, нужно много чего знать, много учиться, владеть какими-то лидерскими качествами, вообще быть хорошим, целеустремленным человеком. Я думаю, если в нашей жизни во всех сферах будут хорошие менеджеры, наша жизнь станет более приятной и комфортной. Ну вот и все, я вам назвала 10 таких профессиональных сфер, которые будут востребованы в будущем, так же, как и они востребованы на данный момент. Но, конечно же, 10 профессий, 10 сфер это не такой уж большой выбор, я вас понимаю. Мы не назвали многие профессии, которые тоже, возможно, будут в каких-то моментах востребованы, но именно эти 10, наверное, останутся с нами навечно. Ну и, конечно же, чтобы сделать правильный выбор, нужно поработать над собой, изучить себя, свои склонности, способности. Можно, кстати, порешать профоритуационные тесты. Они есть в бесплатном доступе у нас на сайте, ссылочку ты найдешь в описании. Ну и тестов бывает недостаточно, вернее, чаще всего их недостаточно, потому что нужно сочетать несколько способов, чтобы сделать правильный выбор. Поэтому в нашем образовательном центре работает психолог-профоритолог, который проводит со всеми желающими консультации и помогает сделать этот правильный выбор. Ссылочка также будет в описании. Ну что ж, на этом все, мы завершаем. Надеюсь, видео было для вас полезным. И вы поставили нам лайк, подписались на канал, отметились колокольчика и написали что-нибудь нам в комментах приятное. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok